Друзья, всем привет! Меня зовут Ирия Андреев, вы на канале Ушатайка, и сегодня у нас продолжение огромного интервью с Леди НД Т1 Алексеем Игнашовым. Ссылка на первую часть в описании, ну а в этой части про убойные удары Сергея Харитонова, Дэвида Туа и Франсуа Боты, борьбу с алкоголем и жизнь на Афоне, про Марка Ханта, японских фанатов, поддержку от Осифа Кобзона и уклоны от ударов, как из Матрицы. А еще мы с Игнашовым составили его личный рейтинг, кто в каком компоненте в Т1 был лучшим. Если еще не подписаны на Ушатайку, не забудьте подписаться и приятного просмотра! Вот вы еще говорили в одном из интервью, что у Бадр Харри проблемы с самим собой, это вот что вы имеете ввиду? Ну с самим собой, он с детства, у него же была тогда девушка, когда 90-е, вот когда я с ним боксировал тогда, он его бросил, он бутылку с зажигательной смесью кинул, спалил дома ее, то есть у него постоянно такие моменты были. То у него вечеринка, не пропустили друга, и он кастет берет, и охраннику ломает там скулы, то есть кастет там, то есть, вот, плюс еще... С самим собой у него проблемы возникли, порошок там, вот это вот, стероиды, все это одно на одно, и... Вот, поэтому не знаю, как он, как он и что он сейчас там, вот, вроде бы боксирует, где-то боксировал когда-то или что-то там, но... Выдающийся такая, красивый персонаж он был в К1, вот, но что говорить, нету К1, сейчас можно точечно где-то взять, но это все равно не то, на фоне всего мы глекнем, если когда взять одну, особенно мы собираемся в Токио Дом все... Да, да, да. Кто ж кого тут... Но Глори, это уже как бы... Глори как бы нет вообще. Нет, Глори он изначально был, как и Саймон Рутс там, свое они в Голландии делали, и Шоу Тайм тоже там, как бы все делали, на самом деле там совсем другие цели и задачи были. Вот я вас спрашивал про самый главный нокаут, давайте это так спрошу, вот бой в К1, который вот вы на первое место ставите свой. Бой в К1? Да. Именно в К1, именно когда уже в К1 или когда мы просто уже выступали, вот как Сэми Шилд, неплохой бой был у меня. Ну он же был в принципе тоже в Киеванже? Ну да, да. Я же имею в виду не только именно в Японии, то есть... Да, 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 ну можно сказать Сэми Шилд, да. Сэми Шилд. Питер Артс, я тогда сказал, что Петя на пресс-конференции я ему говорю, Петя, я тебя нокаутирую, вот, и не переживай. За что он всегда, он же смеет, за хааа, он всегда такой, вот, и все. И все, и когда я ему, по-моему, справа, как да, голова отлетает. Все так испугались, я такой, не-не-не-не-нет, я больше не буду. Я знал, что я его выиграю по очкам, он мне всегда нравился, я ему говорил, что не переживай. А почему он нравился? Ну, не знаю, мне нравился, как он боец, как человек, хотя я знал, что они и с хустом рубились, и с хустом уважения к нему было, но с Петей мы как друзья были. А с Саверимом вы, кстати, пересекались на тренировках? С Саверимом, да, но он еще был тогда килограмм 71-75, ну, выступал, а он изначально всегда так был. Я-то помню, что он был достаточно худой, но не настолько жив. Нет, такой же и был, он как начал шпиговаться, я его потом увидел, сразу устал, ух, а он был, это его вес, мы набоксировали на одном турнире, и я его вообще, никто его не видел, не замечали, это он как начал хорошенько грузиться стероидами, когда голова стала, плечи, когда он начал просто всех ложить, вот, тогда туда Алистереб и Рим, Алистереб и Рим, ну, мы же знаем, если бы взять тогда его, действительно, в К1, когда он выиграл этот К1, уже допуска не было этих анализов, там уже было все равно, там уже никому ничего не платили деньги, просто так, делали, как бы, вот, все, что могли сделать, там, тот же К1 он выиграл последний, Конорара не получил, и это не те, и это не те бойцы были, и не те, уже не тот уровень К1, уже не было его, вот, ну, а так сам Алистер и Рим, то в прошлом, потом, он так много чего наделал, и пусть даже, даже, как К1 выиграл, но это не тот уровень. Ну, это единобор, что же можно сказать, ну, чемпионом Strikeforce был Дарьим К1 в UFC, так и не дошел до титула, но, в общем, был, ну, он бы и не дошел бы, там, ну, так хотел, молодец, там, Ганн его убил. Ну, 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 ну Он чемпион UFC, и кого-то могут везти, подвезти, давай ты чемпиона выиграешь в UFC, ну давай. Всегда UFC будет чемпионом востребован. Орловский все равно, честно говоря, это даже немного уникальная ситуация, что у человека были тяжелые поражи, ну вообще у него супер насыщенная карьера, вот он реально легенда, ну как на мой взгляд, и сейчас до сих пор выигрывает, у него нормальный рэк в последних боях. Да, мы бы тоже боксировали сейчас, выступали, но нету, 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 кто бы мог бы ездить, кто бы мог бы заплатить, так К1, да. Сейчас организации нету, и предложили мне в других видах спорта, вот именно по боям бесправильно, это, ну вот я на сборы съездил с Сергеем Харитоном, попробовал, и думаю, вот если я с 19-20 лет дальше практиковал борьбу, то сейчас свои 43, у меня бы что-то было. Хотя Сергей Харитонов-то, в общем, это не борец, уж, а по всякому случаю, в последние там... Да, 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 мы понимаем, все по борьбе, он, как сейчас многие проигрывают, так же, как и Саша, и все, вот борьбы нет, проигрывают, вот, вот, но я попробовал, борьбы у меня вообще нету, вот, и Серега физически крепкий, он как схватил руками, там, щепион, ух, и тяжелый у него удар вообще, у Серого очень тяжелый удар, у него такой удар, вот, на сборку было, кажется, легонько попадает, а ты потом смотришь видео, и мне интересно посмотреть, как он мне попал. Просто интересно, когда звон звенит, вот, он всегда, обычная нормальная ситуация, ты всегда, рабочая атмосфера, там, бам-бам, там, джжж, а Серый попадает, и ты такой, я еще тогда думал, думаю, может, это потому, что мы на предельбрусье, что я акклиматизацию не прошел, там, знаешь, 2 200, мы на уровне этого самого, уровень моря там работаем, нет, потом еще бывает момент, вот, я понимаю, что тяжелый удар у него сам, тяжелый, он не такой шустрый, там, будет, как Tyrence Punk, но я тебе скажу, ему не поздоровится, если Серый вот просто левый своей попадет хоть раз, то там я уже не говорю, этот снизу или этот боковой, а, кстати, а, то есть вы имеете в виду именно про джеб сейчас даже, то есть уже джеб, он уже как бы чувствует, он же еще по корпусу часто прощупывать сначала. А он всегда так работает, я тебе скажу, это как поленом, кто не знает, не прочувствовал, но я-то знаю, ты хоть и напрягаешься, ха, но лучше чуть-чуть отойти, потому что будешь стоять, он тебе шагом, там, пробьет хорошо, не говоря о боковых, не говоря о снизу и сбоку, вот сколько раз баллов, он даже за право заходит, Серега-то, и все равно, я уже знаю, сколько мы на сборах в Таиланде, там, или там, на предбрусье были, все равно я знаю, что снизу бьет хорошо, если это право, я проваливаю всегда, держу, то снизу он всегда, или отсюда может лететь, и всегда снизу он поднимает красиво, вот начинаешь спарринговать первый день, второй, постоянно голова отлетает, а потом уже к концу сборов ты стараешься, раз, ушел там, там, вправо-влево, и все равно, Серега, нет-нет, а один раз себе подкинет, так это перчатка, а если не перчатка, а взять вот эту вот маленькую накладку, снизу, у меня, вот, два боя помню, снизу, вот именно удары, там, в голову, это, это, везде, куда прилетало, ну, такое состояние, легкое головокружение, опьянение, такая, легкость в голове такая, ну, когда снизу попадает, снизу бывает, что скелтон ударил боксера, там, где сейчас он мне, дышит, хорошо, я его за этот, за канад схватил, а так бы на попу упал бы, присел, и этот самый кимайо, зажал в уголок, и мне раз, два, и тряси снизу, бах, гон, заканчивается, я на задницу, брык, падаю, и, как будто выключили многие, стою снизу, думаю, вот это, да, думаю, че ты сделал, говорю, ну, то есть, там, бам-бам-бам-бам-бам, и вот это снизу, тык, и оно, как ноги твои, брык, ну, то есть, отключаются, ты такой соображаешься, ты такой поднимаешься, сразу смеешься, говоришь, ничего себе, как ты это сделал, бля, вот, на второй раунд уже понимаешь, что близкий не надо подпускать, просто мочить его на расстоянии ногами-ногами, ну, вы же на том кимайо-то проиграли там из-за травмы, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, да, травмы, ну, опять же-таки, могли бы, главный судья мог бы меня впустить, замотать ногу, что тут вот это вот, она бывала, вот, предыдущий бой, через бой, была такая травма, и разрешили боксировать, а тут уже не разрешили, что она открылась вся, это я с Новой Зеландии летел, она, знаешь, что открылась, вот сколько я всю жизнь боксировал, голень хороший, ну, ты с Новой Зеландии летишь в Европу, чистого лета 24 часа, 25, и мало кислорода, понимаешь, кислород выходит, и мне надо было просто мазать чем-нибудь, или вазелином мне подсказали, а так кислород вышел, не набрал я сколько нужно его, и лопается сразу мышца, ну, то есть рвется эта ткань, вот, поэтому так получилось, что порвалось, потом зашили, потом бой отбоксировал хорошо, потом бой отбоксировал так же, здесь же вскрылась она широкая, и опять же мне этот доктор тот же зашивает, крючками лезет, я говорю, ты заши мне нормально уже, говорю, не зашил он нормально, потом домой приехал, его подрезали, сшили внутренними, вот, получается, здесь оно уже как на мозоли, у тебя оно все равно будет уже, если будешь хорошо бить, ну, я имею в виду в блок, в косяк двери или куда-нибудь там, ну, то тогда вскроется всегда она, то есть раньше у меня проблем не было, оно внутри могло рваться мышца, быть гематона, бурсит там, это, но не вскрываться, сейчас уже все, я даже голеностопы делаю, когда боксировал, уже повыше дел, потому что уже все, вот, кстати, я вам сейчас такую цитату приведу, цитата психолога Ченука Павла Безмена, я уж не знаю, правильно ли я произвел, Безмена, да, Безмена, это из его интервью портала Трибуна, Леша Игнашов со своими ногами, он же инвалид практически, это привлечение, вот, Наварс говорит, или, в принципе, не дарит под правду? Ну, не инвалид, просто есть проблемы, но, вот, как я говорил, лишь коленник одет, здесь мышца, на их три, одна одна, вторая, третья, это отошло, ее пробили, ее пробили так, это я помню еще боксировал, 99-й год, и рядом еще подход мужчина, я сесть не могу, и он, Алексей, мы за тебя болеем, так, я тут, Сергеич, это он, он, это я, в Пиосеве, познакомились с Кобзоном тогда, вот, Кобзон, да, вот, прям я сижу в Индии, да, и он, в Праге, в Хилтоне, в гостинице, это самое, он тогда с охраной, все, не один, не два, а четыре человека, там, по периметру, он там, вот, и к нам пригласил, потом мы сидели, выпили, пообщались, там, вот, ну, да, вот такое было, мне ногу отбил, как раз мышцу, это перебил, все, я сесть не мог, тяжело, не, ну, я бы дебоксировал, я ему открыл еще три нокдаун, но я добить его не мог, блэкмен, некр, вот, поэтому, вот так запомнился, я еще так влево, чик, это я, давай, интересно, я такой, хорошо, это,ождите, это было прямо вот во время боя, то есть, во его, ну, прям вообще во время боя, вот, говорю, я сижу, и подходит, Алексей, давай мы за тебя болеем, я такой, о, Сергеич, это он, это я, давай, я такой, о, ну, хорошо, это, ударил его, но добить не мог, ему отчитали, потом еще раунд, ну, все, выиграли бой, ну, познакомились, понятное дело, Иосиф Писсарионович, ну, да, и общались. Иосиф Писсарионович, это вы сейчас немного, это, да, Сталин. А, кстати, а какие вот еще знаменитости за вас болели, сможете так вспомнить, ну, или вообще просто были на боях с вашим участником? А я много вспоминаю, что я вспоминаю, столько этих, единственное, что был момент, я очень люблю Джеки Чана, и мы приехали в Таиланд на сборы, а главный тренер национальной сборы по художественной гимнастике, это русский какой-то там в Таиланде, вот, и мы приехали к нему, Миша, как его зовут, не помню, а он очень дружит с Джеки Чаном, и он как раз неделю жил у него, и вот уехал буквально два-три дня, и я говорю, жалко, я вот кого-кого хотел бы увидеть, там, не Стивила Сигала, там, не, мы видели много, вот Сталлоне, Шмолоне, но это раньше, когда там видишь, там, Первая Кровь, там, Рэмбо, это, со временем все проходит, там. Единственное, что был случай, вот, на стадионе Аякс, он только пострелся в каком году, тоже 90-е, вот, там, я не помню. И мы там боксируем, и там получается, что я боксирую с Рубкам, 98-й год, по-моему, да, вот, и после боя подходит в дредах мне парень, возле него тоже охрана, это, это, и берет автограф, сфотографироваться, и я такой, а кто это? Мне говорит Юшко, ну, это Гулит, я говорю, вау, Гулит, а кто такой Гулит? Мне говорят, да ты что, говорит, Леша, а, да, 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 Гулит, ну, и все, потом уже уходом, потому что много народу, камеры, вот, и все, я, кто такой Гулит это, это, а потом мне говорят, это же Аякс, это же команда, это же он тут самый, тут уху-ху-ху, я такой, да, вот, а то я не знал, вот, я прихожу, а, Гулит, Гулит, а кто такой Гулит, то есть я не знал, а это вот построили Аякс, и потом познакомили мне эти фотографии, показали все это, я потом посмотрел, как он выступал, его творчество, это, вот, такие моменты, да, а вы там на футбол не ходили, вот, кстати, в 98-м году там же Спартак с... С Аяксом играл? Нет, не пошел, мы были на других матчах, там, в это, вот, в Хорватии были, с Миркой были. С Миркой ходили? Да, с Миркой были, да. А что там за матч, что был, кстати? А я не помню, там, кто-то их не играл, там. Но не сборная клуба играли, да? Да не, по-моему, сборная. По-моему, сборная играла, сборная их, сборная какой-то, ну, Хорваты выиграли, они, когда неплохо играли, может, и сейчас неплохо. Да, и сейчас хороши, в общем, да. И неплохо, да. Вот, ну, а так, если вспоминать, но моментов много, это просто так и не вспомнишься, понимаешь, после тренировки устал, хочется уже немножко поесть, там, это, это. А когда вспоминаешь, мне очень нравятся эти спортивные мероприятия, ну, сборы, вот, как мы вспомнили ребята из Дагестана, это вообще здорово, мне с ними очень нравилось там. Рампо Мэншен, мы всегда были в Бангкоке, рядом был стадион Люмпини, мы ходили и смотрели бои, очень нравилось мне, и с ними были, и тренировались. Какие ребята расскажите? С Дагестана, ну, все Джабар, Магомед, все Мага, ну, Рамзан, Рамзан этот, ну, все-все-все ребята, вот, они там несколько лет жили, пять-шесть, я не знаю, сколько, они долго были такие все, я потом туда уеду, туда, они, Арслан там, ну, все они вот, проезжают, что, вот говорю, как Джабара увидел в Новозеланде, он там вырубил нашу звезду, как дал левый боковой. Новозеландскую миссию? Да, там суперзвезда у нас была, вырубил его там, вот, вот здесь сколько выступал, вот там много схем боксировал, он тоже легенда там, да, поэтому, так моментов очень много, если вспоминать там, что творилось и в Японии, и в это, и это, то можно рассказывать, рассказывать, просто уже вспоминаются мысли, но я уже не хочу где-то рассказывать, потому что уже и не так эмоционально, что, знаешь, там, ну, вот как Питер Арсен, как этот. Ну, расскажите что-нибудь такое. Дальше истории. Ну, он говорит просто один раз, мы с ним сидим, говорит, а вот Рене Роуз, говорит, самый нормальный мой друг, я говорю, самый нормальный, говорю, да, да, остальные, говорят, все такие, крейсят мороженое, там, это, это, я говорю, ну, если Рене Роуз твой, говорю, нормальный друг, говорю, вот, тот мог там всякие там в Японии делать, ну, это надавиться там на жизнь. Ну, был момент, когда посидели в фойе, там много же этих фанатов, там бывает по 50, но их не упускают, по 100 вообще. Вот, так получилось, что мы сели уже здесь, в фойе большой, там, и играть фортепиано. Сэм Грека, Боб Сап, Марка Джаро, я не помню, кто еще, австралийцы какие-то там, и все, и я такой, увидел фортепиано, начали играть, ага, до этого не было живой музыки, и я такой, вау, я говорю, ты что, я так люблю, я всех, мы втроем, Сэм Грека, я и Марка Джаро, мы все время дурачились. Пока я там жил, пока мы там тренировались, вот, я говорю, вау, я пошел играть, говорю, вот, это все, это, действительно, ты умеешь играть там, я говорю, конечно, умею, а то что, ну, мы все умеем там. Ну, они знали, что я мог, и там, и там, и на гитаре это, и это, и тут, получается, я подхожу, ну, и спрятался так, там не видно, кто играет и играет. Мы сидим здесь, и со стороны, и все, и он когда вот это вот, была цыганочка, или еще что-то, я не помню, что-то мы сыграли, вступление такое было хорошее, очень черное, нет, какая-то песня, я не помню, но она такая, и все прям вау, зааплодировали все, все, и Марка Джаро единственный, кто человек, он сомневался в моих узбеках, а там получилось так, что я подошел, как будто играю, а сам говорю, ляпай, ляпай, вот, и сам подглядываюсь, смотрит или нет, а я тут удивлен был, он такой, ну, как-то он так играет, и увидел, и такой, а-а-а, говорит, обманывает, там, то есть такие моменты по-разному, там их было в день по несколько, там много, то он все время мы идем и старше любил сзади подбежать, за ногу схватить и гавкать громко, а ты хочешь, не хочешь, а на фоне усталости и вообще, ты будешь сейчас даже идти, ты будешь сдергиваться, но и Марка Джаро, тренер по бажажах, да, по джиу-джитсу, который сам из Бразилии и познакомил вот с братьями Гресси, его убили потом тоже, большая трагедия. В Бразилии? А что случилось? Он жил все время уже в Америке и тренировал ФБР, понимаете, подарил такой ФБР, там все на таком уровне. Ну, просто когда он приехал домой, и там молодежь тоже там начала туда-сюда, там многие снимают часы и все, и молча, и все, а потом тебе это приносит, если ты крутой, ну, то есть, а он получилось, он сам же такой на улице, и сам делал то, что они делают, он такой прям… Когда-то делал. Да, и все, и эти малыши тоже, там все молодые гангстеры, они самые страшные, это гангстеры, молодые, янгангстеры, которые не понимают ничего, особенно если ты это или это, или я не знаю, что вообще, под воздействием чего-либо ты не понимаешь, что ты делаешь. Это не только так, не только в Бразилии, это и в Новой Зеландии, я знаю, утром они плачут, а ночью они не понимают, что они творят, ну, под воздействием чего-либо. Вот, ему сказали тоже, часы снимая это, это, начали грабить, он там, что там по-своему, там, я тут вырос, это, это. А долго никто не разговаривал, просто сразу пулю в голову. Ничего себе. Да, это большая была трагедия, да. Поэтому в Бразилии многие сейчас никто ничего, а сразу да, да, нате, нате, все заберут, а потом тебе это принесут. У тебя же друзья, это, это, ты же знаешь уже это все, ну, как получилось, ну, там много таких моментов, так не вспомнишь там. У вас бывали истории, когда опасны для жизни, так скажем? Ну, много было. Расскажите. Ну, один из случаев, поехали мы на сборы, вот опять же, с Сергеем Харитоновым, вот он проводил сборы, и были в Предельбрусе, там, кемпинг у нас, и поехали, пошли пешком, ну, вначале на экскалаторах, там, на восхождение, на Предельбрусе туда, на Эльбрус зайти. Ну, и вот так получилось, что мы наверху остановились. Ну, и все, и так получилось, снегоход пошел вниз, он ушел, там они редко, мало кто, но поднимаются. Тут оттепель все вниз, там метров четыреста, а мы стоим посередине, так получилось. Если отойти метров пять, где обочина, там хоть чуть-чуть снег был, а здесь, ну, лед. Не доходило до этих штанов, этих, как они, седло, там буквально, вот мы ехали. И тут вот так остановились, и все, и стоим. А там получилась ситуация, надо понимать тогда. Если рассказывай, рассказывай, Леша все. Получилось так, мы едем на снегоходах. Я с хлопцем, Денис и Рамис и хлопец на другом. Ну, мы подобрали весовые категории, потому что там тяжело шить, он идет же. Вот так получилось, что мы остановились, два остановились, и один, Рамис с Денисом слезли, и Денис один поехал на горку. Мы сели троем уже, и тоже поехали дальше, а этого делать нельзя было, и он не выгребает. Там такой наклон большой, он не выгребает, и он назад поехал. А если бы он назад поехал, там ни снег, ни зима, а там уже оттепели, там лед. Ну, как бы, грубо говоря, эти взрыхляют машинами лед немножко, и скутерами, ну, а так лед. Здесь, если он где-то так, два миллиметра, то вот здесь он вообще. Ну, то есть, мы стали кое-как, буксовали, он спустил мы кое-как, он поехал вниз. Он даже, ну, не поехал, он просто, ну... И так получилось, мы стоим и смеемся. Я знаю, если кто-то сейчас из нас подскользнется, мы стоим вот в таких вот кроссовках. Мы же не одеты, ни шипы, ничего, ни майки, ни перчатки, ничего. И мы когда ехали, взяли тяпку еще одну, ну, нашли, привезти, потом отдать этот, молоток этот. И вот мы стоим, и все, и там человек здесь сверху идут. Мы стоим вверх никого, вниз никого, вот, наш надо забрать. Вот, а там, получается, если ты споткнешься, то ты никак не остановишься. Ты будешь вниз метров четыреста, вот сколько там, ну, как снег, а то, то лед. Вот, и будешь бам-барабам-бам-барабам-бам, и туда в камни припадешь. В общем, опасно. Я смеюсь, оно раздраженный воздух, я смеюсь. А Рамис мне говорит, он воевал и в Чечне, он такой молодой тоже, там, много кто из друзей погибал. Он, то есть, такой, Леха тут, говорит, он сам мусульманин. Он говорит, татар. И он говорит, тут, говорит, не до смеха. Я говорю, я-то понимаю, но мне смешно, потому что, ну, тут раздраженный воздух или что. Ну, единственное, что ребята, которые слили сверху, в масках, в перчатках, а мы так, баечка какая, ну, что мы на снегоходах. И они такие, ну, нас смотрят. И он говорит, а вы откуда? Ну, не понимают, как мы здесь вообще нарисовались. Так одеты, в каких-то кроссовках. Единственное, что он помог мне ногу. Ногу ставит, я ногу сюда. Ногу ставит, чтобы мы подошли чуть-чуть, метров пять туда, где хоть какой-то снег есть, где можно было бы немножко держаться. А так подскользнулся, и все. Вот, и он говорит, а у нас кирка, это еще молоток. И поэтому он подумал, что мы действительно, мы говорим, мы туда хотим. Он такой, не, ребят, вам туда надо, говорит. Как вы одеты, ни варежки, ни очков, ничего. Вообще, откуда вы здесь? Вот, и подумал, что мы шли. И вот было тогда страшно, да, такой момент. Вот, ну, так с парашютов прыгали, не страшно было. Там всякие такие моменты, тоже не страшно было по-разному. Ну, вот именно горы, и вот это вот, что там, на самом деле, было страшно. Потому что кроссовки были вот такие, без шипов. И дорога была вниз, туда метров четыреста. Только вот малейшее движение. Споткнулся, все, руками не останется ничего. А там уже, знаешь, как внизу пологая-пологая идет здесь, но тут уже камни. То есть ты бы уже никак бы не сделал, даже ничего бы тебе не помогло бы. Ты просто бы летел, 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 летел. И там, получается, как бы скользкий лед, дождик такой все. Вот теперь, понимаешь? Это не тогда, когда снега много. Ну, тогда было смешно и страшно тоже. Вот, ну, я знал, все, отдавал отчет. Если что, кто-то из нас подскользнет, все, ты уже долетишь. Сто процентов поломанный будешь. Рука, нога, не важно. Потому что поэтому лететь-то бум-бру-бум-бум, и там камни, ты по-любому разорвешься. Хотя бы разорвешь себе майку или куртку. Потому что, понимаешь, это не просто лед. А получается он такой, как бы, как наждачка. Ну, надо видеть вот это. Быть, находиться там и видеть, чтобы понимать, что это происходит. Но вы вышли из ситуации? Совершенно случайно. Мы стояли, стояли. И я понимаю, что нас оставил вот этот тоже, который привез, уехал. Это туда, туда, мы остались. Он не понимает, что нам может быть тут хана. И просто 10 человек шли. Они уже поднялись на Эльбрус. Они уже шли обратно. И вот нас увидели, и все. И мы к бабочине пришли, там поговорили. Человек 10. Они все красивые. В каких-то очках, шлемах, такие куртки. Экипированные вообще. И мы одни такие, без рукавичков, кеды вот эти вот. Тяпка одна эта. Он еще только увидел. Он думает, ну как вы сюда пришли? За то, с одной этой. В байках такие две. Да. Без очков, без ничего. И куда-то идут. И как в итоге? Да ничего, этот приехал потом. Ну, нас к обочине туда, метра четыре мы прошли. Вот он, нога туда, нога туда. А мы и стояли на месте, замерли. Там хоть вот столько можно было в снег опуститься. Ногу поставить. Вот так. И мы стояли, и этот пролетает. Я ему говорю, давай, забирай нас. А он такой деловой, тоже такой, знает, что это самое. Я говорю, ты сильно не гони. А он мне говорит, если я сильно не дам, то есть я не могу на тормозах идти сцеплением и спалим, и потом вообще полетим кубарем. И что он делает? Он такой, я сажусь, он такой, так откуда ты говоришь? И как нажал, а у них со старта берут они сильно, и он, и мы за сотню туда вниз. Ах ты думаю, спецо мне. Откуда ты говоришь? Сам-то привык, летаешь там постоянно ты за деньги. Ну ты же знаешь, как это и все. И поэтому я без варчик, без ничего, вниз как дали. Так мы там пролетели, там минуты две, три, сколько. Руки замерзли, все замерзло. Все, уже не так быстро летели, но вниз так. Откуда ты говоришь? Я сбила и замер. Потому что он как дал сильно. А расскажите вот эту историю, вы ей много раз уже рассказывали. Я думаю, будет интервью не совсем полное, как на вас напали фанаты толпой. Ну, как сказать, напали. Они не напали, а хотели просто до вас затронуться. Да, было в Японии. После турнира мы выходим. Значит, дверь открывается. И первый идет Питер Артс. Он до автобуса метров пятьдесят идти. Ну и человек немного, человек сто может было фанатов. Ну там, может больше. И они как на него идут, все побежали. И он сразу вот так, дверь открывается, он сразу и уходит назад. Я на него смотрю, думаю, ну чего это он? Наоборот, интересно, фанатики. Сейчас мы с ними пообщаемся. Но я же этого сам не знал. Вот. И тут получилось, что меня облепили, да. И потом поднялся крик. Они начали кольцо сжимать, сжали кольцо. Потом начали меня полностью. Я уже как стоял, как тростинка в воде меня шводила. Потом кто-то дотронулся, схватил меня за одно место. Потом за другое, за третье. Кто-то начал прижиматься с девочками. Я чувствую, они меня прижимаются полностью. Кто так, кто так, кто сзади. Я уже начинаю, что-то тут происходит-то. Ну и все, они все начинают. Это обнимается, это, это. Этот дотягивается, рвет мне этот карман. Этот тоже рвет. Я хрясь, хрясь. И начинают все кричать. И такая вот обстановка. Я понял, что все очень-очень-очень. То есть фанаты мне уже было не до фанатов. Я уже бы не радовался, как раньше. Знаешь, о, много фанатов, кто не знает. Там, пофотографироваться, там, это. Не-не-не, тут как начали рвать. Там, этот дотягивается рукой. Там где-то. Хвать меня. И все. Этот оттуда. Этот засюда. Это, это. И, короче, было очень страшно. Хорошо меня спасает свисток. Тогда они более-менее оттепенились. И так все. Начали. Один, второй. Этот прижал меня. И этот прижал, и это. То есть это не пересказать. Надо ощутить немножко. Ощутить немножко и понять. Поэтому это был один случай. Ну, второй был немножко не такой страшный. Ну, тоже, когда сделали большой турнир. И остался один без секьюрити. Думал, не заметит, пролетит. Ну, когда в турнир, вот делали один бой по-настоящему, один по понарошку. Вот когда бупса, вот это. Да. Секейдж или как называется. Один рестлинг. Рестлинг, да. И получилось один бой по-настоящему, один этот. И в этот момент я иду, и как раз тут тоже толпа. И как она тут это, это хорошо. Секьюрити был там в этой толпе, в этом зале. У меня тоже сторонка в сторонку. Ну, я уже понял, что поаккуратнее надо, поаккуратнее. А вам же там борщ варила ваша фанатка? Да, ну, вот так и было, да. Вот такие там фанаты есть. Ну, принесла маленькую горелку, баллончик. Эту кастрюльку все. И давай варить там. Делай там это, борщ, это, это. Ну, так как бы, далеко не борщ. Ну, так что-то подобие было. Ну, все равно приятно там. Многие же говорю, то борщ, то это. Я как во Францию полетел тогда, не выступал долгое время. В Японию полгода, а не для них это уже все. Это полгода меня не видели, все, полетели в Европу. И, значит, с одной завтракаем, с другой обедаем, с третьей полдникой, с четвертой ужинаем. То есть они друг дружку знают. Уже знают, уже договорились, кто, когда, с кем будет. То есть тоже так. Вот. Я, чтобы не обидеть никого, там, с одной и с утра до вечера. Нет. Там, с Юрика, с Тома обедаю, там, сначо, там, ужинаем. Я прошу прощения, но у вас же с ними только чисто как с фанатками отношения, то есть были? Да, да, дружеские отношения, да. Мы не позволяли большего себе, хотя многие там… Были готовы, в общем. И готовы, и думали, что я и в Японии останусь, и с ними жить буду. И почему-то мне показывали и родители, и хотели, чтобы мы с родителями познакомились. Там у них целая… Ну, в общем, я сказал, все, все прекрасно, но… Вы говорили, что из 11 поражений вы проиграли два боя, а остальные вы проиграли сами себе. Ну, то есть, что это были за два боя, которые вы реально проиграли именно соперниками? Ну, на самом деле, было больше боев, которые я проиграл. Это… Когда это я говорил, когда боев в семь, пять, в семь проиграл. Ну, надо подсчитывать. Но остальные бои я проигрывал самому себе, это очевидно. Многие, кто знает, мою карьеру вообще так, как я и чем жил, то есть я не уделял ответственно времени то, чем я занимаюсь в своей профессиональной работе. Вот надо уже быть в зале, а я еще где-то там на охоте, на рыбалке, где-то там на дискотеке, где-то, понимаешь? Вот. Поэтому Господь отдает силы, видения, все. Но тело надо готовить. Всегда будет, чтобы оно было настроено. А раз оно не настроено, то какой результат ты можешь показать? Конечно, проиграешь. В чем проблема? Физика. Не та реакция. Вот. Поэтому себе проиграю. Многие знают, многие знают, что у меня была страсть, именно приобретенные у меня были привычки, все-таки вот, когда уже как бы надо держать в форме себя, а ты тело не готовишь, а больше ты еще расслабляешься. А как не появились-то? То есть вот когда вот у вас начались эти проблемы с алкоголем? Ну, я бы сказал, не с алкоголем, а просто вот этот кураж, балдение, балдец вот это вот. Ну, я думаю, где-то вот так 21 год, 2-й зал, потому что то время, когда надо было тренироваться, когда ребята все отдыхали, 16, 17, 18, девчата там, первая любовь или когда еще что-то можно, вот такие вот моменты, может кто-то раньше, кого позже. Ну, то есть мы четко шли к своей цели, а Господь силы давал, он давал, надо утро вставать, надо тренироваться, надо боксировать. Мне говорили, а у тебя вот девушка есть? Ай, ну ничего, ты еще молодой, ну, мои там дяди, тетя, у тебя еще все будет, а мне 17-18 было, то есть мне никаких девочек не надо. Хотя мы уже знали и девочек тех, но просто вот то, что мне надо было делать, я делал. Вот то, что я говорил тогда в 14 лет, в 13, вот когда я говорил многим, говорю, что все, я уже вот приобрел вот эти вот, я знал, что такое вот привычки эти, табак и алкоголь, то есть мы уже знали это. Я говорю, в 14 лет я это все оставил, они говорят, как так? Ну так, все, в 14 лет я развивался, мне это не нужно было. Я хотел быть духовным, физическим, крепким и сильным, поэтому мы шли к своей цели. Вот, когда там девчата отдыхают, это, это, я же тоже не железный Феликс. Мы это все видели, мы наблюдали, иногда завидовали, но все равно мы знали, что он на суд придет и нам надо делать свою программу. Вот, а потом не успел опомнить, когда уже получилось так, что мне уже не один раз руку поднимают, флаг поднимают, музыка, гимн играют, то есть это уже стало в привычку, то есть все это как достойно твое, то есть ты понимал. А потом, когда уже там 21-22, уже в К-1, контракты, гонорары, вот тебя узнают, любят, это называется медные трубы, которые мы не прошли. Вот, и в свое время был у меня духовник, в свое время мне Гризи Андрей Сергеевич заменял отца, но, понимаешь, мы там один промежуток, этап времени как-то понимали друг друга это, но в любом случае после мне нужен был бы духовник, который бы подсказывал, что не в этом сути, не в этом. Но вот долго у вас такое состояние длилось? Долго, долго носило меня там, то туда, то туда, то туда, обжигались, мы падали. Потом уже со временем пришли уже к какому-то пониманию, вот, постоянно ездим на фон там, вот, поэтому что-то, что-то представляем, вроде бы, вроде бы понимаем или делаем вид, что понимаем, или кажется, что понимает, но в любом случае, если бы в то время был бы духовник, если бы кто-то немножко направлял бы, а тот же сам себе хозяин, тебя любят, у тебя есть денежные средства, и ты начинаешь вот это вот, много-много обрамечивающих ошибок делаешь, вот, потом оно сказывается, это все. Думаешь, это потом все легко? Вот это вот, все потом это сказывается, это потом в душе, и тяжеловато, тяжеловато, но пройти через это надо, у всех есть разные моменты жизненные, то есть белое, черное, то есть, надо понимать четко, давать отчет, то, что ты делаешь, то, что ты хочешь. Вот, а не так, что я вот это хочу, а вот это не буду делать. Так не бывает. Вот, поэтому... Ну вот, у вас бывало такое, что прям, не знаю, грубо говоря, в запо уйти надолго, там, не знаю, на месяц, там, условно, что вот такое, что-то прям жесткое такое? Ну, бывало немножко другого, иного характера, это не то, что в запой-то ушел. Просто, ты балдеешь, ты неделю, две, три, там, балдеешь, понимаешь? Никаких тренировок, никаких физических... Да, не обязательно тренировки тебе делать, вот это было самым большим упущением, потому что нет-нет, а здоровом теле, здоровый дух. А балдеешь, это вот как вы говорите, то есть в ночные клубы какие-то есть? Дочные клубы, и не только. Вот все, что тебе в голову придет, и что ты хочешь. Я вообще спортивно всегда отдых у меня был. Неважно, какой-то ли ты играешь в Войнушку с шариками, или ты с парашютов прыгаешь, или рыбалка, или там еще что-то. Ну, всегда вот такое спортивное. То есть поехал на рыбалку, и там что-то, в общем, это самое? Да, да, совершенно правильно. Совершенно правильно. Ты пошел, охота, рыбалка, баня, там, самолеты, пешком идти можешь, можешь. Мы всегда начинали ходить на велосипедах, там готовы, на неделю бы идти. Ну, максимум часов 6-7. Педали крутишь, потом уже опять сидишь в ресторане. Поел, поел, потом уже понимаешь, вставал и хоржешь, это самое. Два колеса тебе мало, понимаешь, тебе надо 4. Но это все в Беларуси было у вас? Да, да, конечно, в Беларуси. Не только в Беларуси, оно везде так бывало, где бы ты ни находился. То есть ничего не меняется. Ничего не менялось нигде, и там, и там. Немножко надо было более серьезнее ответственно относиться к тому, что ты делаешь. Вот и все. Да уж. Вот, и так получилось, что в дальнейшем и К1 сама разрушилась, понимаешь? Ага. Одно дело, когда ты занимаешься, что ты делаешь, и знаешь, что ты умеешь это делать, и будешь делать всю жизнь. Вроде бы и умеем это делать, а нет площадки. Сейчас есть UFC, есть Белата, ну, там, вот какие-то организации. А вот в К1, ну, есть соревнования, есть какие-то бои. И были предложения, вон, два года назад из Bigfoot Сильва боксировать в Новой Зеландии за звание чемпиона К1. На что я им сказал, К1 – это пирамида, это восемь человек за вечер должны отбоксировать, а вы мне хотите один бой дать. Титул какой-то с этим самым, мне уже титулы не нужны, говорю, если хотите что-то дать, дайте мне нормальный гонорар. Все, да. А все остальное это уже мне не интересует. Потому что… А гонорар маленький, да? Да, да. А сколько, если секрет, даже интересно? Ну, 15-20 тысяч. То есть, ну, действительно… 15 плюс 15 или 15 плюс 6? Не-не-не, 15 участия и 20 выигрышей. А, то есть, 35 всего? Не-не-не-не-не. А, я понял, участие и 20. Ну, в основном, мы даже договаривались, неважно проиграешь, выиграешь. В основном, то есть, если бы титул, титулов у меня много, говорю. Слушай, ну, вы выиграли бы, мне кажется, у Антонио Силы? Ну, я не знаю, выиграл или нет, но просто ты пойми, затраты на подготовку, витамины, вот это вот все, это тоже стоит денег. Это же не то, что ты молодой. Многие спрашивают, ну, что я там принимаю? Я говорю, ну, ем картошку с картошкой. Они, вау, ну, фармацинология, говорю, ничего подобного, может, только 50 грамм, там, это самое, наркомовских, да, как мы шутили все время, там они тоже спрашивают. Вот, такие моменты разные бывали, вот, ну. А это вот вы, когда в Новой Зеландию поехали, это вы хотели таким образом сбежать от образа жизни своего? Ну, не сбежать от образа жизни, а образ жизни, но полностью, да. А как тогда вообще эта идея у вас возникла? Ну, так, видением было моему менеджеру Юшко, там, или друзья, и Маркант, и Рейсефа, вот, и страна неплохая. Мы приехали полторы недели, полтора месяца там пожили, мне понравилось, и я говорю, ну, давай попробуем здесь пожить, потренироваться, потому что дома, как бы там ни было, вроде бы неделю тренируешься, потом приходят выходные, а хочешь, не хочешь, все пропитано, ты бах. Опять приезжаешь и видишь своих ребят, и им-то что, они не боксируют? Вот уже понедельник, надо уже быть в строю, а ты еще где-то там философии, картины пишешь. Поэтому это раз проходит, два, три, и все, надо как-то было… Несколько было направлений, как можно было бы работать. На сегодняшний день я по-другому бы работал. Я не видел дальше своего носа, что мне хотелось видеть, вот, и не мог понимать. Это всего-то очень просто, это именно твоя духовная составляющая, и просто тут нормально, если бы у тебя был бы духовник или человек, который просто бы немножко подсказал бы. Ну, то есть вы, так скажем, победили этот образ жизни уже после Новой Зеландии? После Новой Зеландии, да. То есть после того, как вы стали, так скажем, религиозным человеком или как это произошло? Ну, можно сказать, можно сказать и так, да. В Новой Зеландии еще… Борьба, она же не сразу ты вылечиваешься. Борьба, она всегда будет, и всегда и до конца жизни будет борьба. Всегда надо немножко к тебе просто упираться и нести у себя на поводу, там, на каких-то таких соблазнах, где легко и сладко, и… То есть это немножко не наш путь, вот. А здесь немножко надо упираться, и мне просто очень понравилась сама жизнь монахов, старцев, там, многих я знаю, и… Ну, как они живут, как они говорят, и я понимаю, что мне самому было бы интересно познать самого себя, а потом уже смотреть на мир. Потому что ты же понимаешь… Ну, много понимаешь, можно еще сейчас философствовать и в другом направлении еще, коротенько, на часа два. То есть всегда надо давать самоконтроль, просто анализируешь жизнь свою, анализируешь, какое общество было и ценности в 90-е при Союзе, сейчас, куда ты дальше идешь. Вот мы боремся за развитие молодежи, за патриотизм, это будем развивать. Вот, если что-то кому-то Господь дает, как в свое время мне дает, и силы, и видение этого, и бокс получался, чтобы хорошо… То есть, имея такой талант, чтобы он не мог растерять все, а наоборот, приумножить и отделать немножко в другом направлении сейчас работаем. Вот, я не могу сказать, что сейчас все тоже легко и просто, так нет, бывает, по-разному приходят там, не воспоминания, а такие моменты, что… Ух ты, можно и там, там же тоже здорово, там это, это, нет, просто борьба идет, мы знаем, к чему это приводит. Вот, золотая середина, то она везде должна быть золотая середина. Ну, в тот момент, конечно, был молодой, тут сразу тебе и финансовая поддержка, и тебя люди знают, и там, ну, прям, и по телевизору показывают. Конечно, ты непроизвольно хочешь ты этого, не хочешь, а ты все равно будешь тщеславным. То есть, если ты работаешь над собой, вот рядом у тебя были люди, а Леша, а что это ты, ты вот это и вот это, ты сразу тогда осекаешься, все, они тебе приземляют, смиряешься. Вот, а бывает же такое, вот, как мы приехали в Крусталу и там, к отцу Валерию, ну и матушка Евросия, она в том году ушла из жизни, она святая, она схимница. И когда я захожу, там меня многие знают в Молдавии, ну, вообще знаю, там это популярный был, и вот она мне потом скажет, она у нее крест большой, она и уродливая, благословление на это есть, вот, поэтому она мне заходит, я такой захожу, там меня там все знают, ну, большинство там это, это, я захожу такой, ну, мне приятно, любой бы другой бы сказал бы, да? Она говорит, нет, ты был очень тщеславный и гордый, зашел сюда такой прям, прям, там, ты вообще там, там прям все тебе знают, и ты прям это, а тут перед Богом все равны, и свою гордунь надо убрать в сторону. И она когда заходит, я заходил, такой прям деловой, ну, как даст мне крестом сюда, прям в солнышко, меня так в ринге не били, там, тяжелый крест, край, я так, и не понял, в чем дело, я не ожидал, что матушка может. Ну, она долго не думая, второй раз мне туда, бум, я, матушка, что вы делаете? Ну, потом уже, когда, уже паломничал много, она говорит, ну, вот, расскажет, а ты-то заходишь, весь сярость, и ты такой, прям тебе тут это, это, там тебя знают, и ты уже тут такой уже деловой, ну, это ж немножко, ты приходишь ни в клуб, ни соревнования, ты пришел в храм, там надо по-другому вести, быть скромным, то есть вот с этого все паломничество и пошло, и постепенно, постепенно были такие моменты, за которые мне стыдно, вот, ну, это в прошлом, ну, их не надо делать, вот, то есть, мы всегда ошибаемся, всегда все ошибаемся, вот, и ты никогда не можешь сказать, что хорошо, что плохо, не прожив определенный этап времени, определенное время, вот, ну, а так вот, на сегодняшний день, здесь принимаем участие, вот, Олег Жадовин предоставил, вот, площадку Академии МОКСа, это благословил отец Алексеевич Черногорева, вот, сейчас он на Новой Фиваиде, нет, сейчас он у отца Евсевия, ну, неважно, мы каждый год туда ездим, каждый год работаем с ребятами, очень приятно, что у брата Гаджи у нас, сейчас все, слава Богу, потому что мне не очень нравилось, когда он на кулаках рубится, и потом, гонорары никакие, а тут у него и сетчатки, и сотрясения, и перепонки, и челюсти, все это, вот, вот, Питер Арс должен был в этом году сделать какой-то промоушен, его поддерживают более 200 людей, этих, японцев, он говорил, мы созванивались с ним, он мне говорил, вот, на видеоконференции, да, и чтобы в этом году, это версия новая, как К-1, там, какие-то 200, там, у него, богатых людей, которые поддерживают его, это, это должны сделать, ну, вот, я не знаю, вот, сейчас, может быть, что-то получится, может, я еще выступлю, Ох, это было бы круто. Я бы с удовольствием, да, я держусь в форме, с удовольствием, видите, что на сегодняшний день, если я раньше боксировал за медаль, ну, за гимн, вот это, то на сегодняшний день, вот, травмы, коленка, это, это, и медикаменты надо, и то, и все, и команда, и массажист, то есть это уже стоит денег, и просто тут уже, просто как, это твой хлеб, насущий. Ну, в общем, вы не завершили карьеру одним, что нельзя так говорить? Нет, 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 если были сейчас хорошие предложения, были хорошие, но я попробовался по боям без правил, честно скажу, и я, не мое. То есть были вот эти предложения? Это было год назад, вот год назад, в том году, я пробовался, и я бы мог бы еще по боям без правил, и предложение хорошее, и в UFC мог бы залезть, и это, но я знаю, что не мое, а просто выходить за деньги, и просто тебе будут бить, 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 и это, ну, это не то. А вот такой момент, а почему вы Гаджи называете братом? Ну, у нас, как у всех, как у православных паломничества, у нас у всех наши... Но Гаджи, он же не православный. Ну, мы с ним разговаривали, он-то не православный, но он брат, потому что мы с детства, не с детства, а лет более 10, там, лет вместе, и когда мы вместе с кем, то у нас, он сам, как бы ни было, но он, хоть и Дагестан, все равно, он и мусульман, и православный, но... Ну, в общем, я не уточнял, я знаю, что... Свой человек одеваться не уточнял? Свой, конечно, и у нас просто всегда мы, когда разговариваем, то есть, у нас братья, ну, то есть, как бы, брат Илья, там, ну, то есть, но всегда там, то есть, там немножко другая жизнь, немножко другие уставы, немножко другие каноны, вот, мне там больше нравится, конечно, там более и по совести, и как бы там... Где вы вместе идут? Ну, новая, это самое, новая Фиваида, я хотел сказать, Афон, Афон, вот, в Греции, это вот, где все мощи, и там вот, просто, когда видишь человек, как бы там ни было, там же тоже тяжело и молиться, и поклоны делать, и готовить еду, это все кажется, просто человек неможденный, а он все равно делать для тебя лучше, чтобы ты меньше, ну, как бы, ну, грубо говоря, работал. Он, это кто? Ну, отцы, которых я видел, там, да, вот они делают и примером показывают тебе, как это. Они не говорят нам примером быть, но они примером и так есть. До утра до вечера они работают, дают какое-то, если послушание, ты можешь делать, можешь не делать, плюс молитва идет еще, и они делают, 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 делают. И как бы тяжело тебе не было, они все равно имеют силу, вот эту внутреннюю энергию. И разговаривая с тобой, ты видишь эту любовь, и видишь, что он для тебя сделает больше, сделает, чем ты даже этого заслуживаешь, и он для тебя так заботится. И ты, когда видишь эту любовь, и потом понимаешь, и потом разбираешься, вот эти моменты, когда говоришь, Илья, говоришь, вот, возлюби ближнего, ну, если вообще, не то, что не возлюби, смотреть не могу, хочу взять его сразу вырубить, там, ну, грубо говоря, есть такие моменты, вот. Это надо перебороть себя, сразу так не переборешь. Это надо работать, как я работал полгода, чтобы ты просто этого человека вспомнил, и у тебя такого не было, ну, знаешь, ах ты, я бы его там знаешь, ну, там. И потом после этого этапа другие открываются моменты, литературу, ты должен учиться, чтобы сердце у тебя было чистое, вот, и потом будет все ничего. А распорядок у вас там какой был? Вот расскажите, даже интересно, то есть жизнь на Афоне, да. Смотря в какой ты период туда попадаешь, если ты попадаешь на страстную седмицу, там отдельный, ну, перед Пасхой недели, а это совсем по-другому. А если просто, ну, должен одно знать, что в трапезной тебе надо быть в десять или в девять, в два или в три, и вечером в восемь. Вот, все. И потом службы, послушания, молитвы, вот, все. Кому-то вот многие со мной ездят, ребята, и богатые, я имею в виду, богатство, оно не в духовном плане, а в материальном. Ну, и Монка говорит, не зашел. Кому-то зашло, кому-то не зашло. Ну, так как я жил, так как я видел, так как я чувствовал, это то, что мне необходимо. Просто многие вопросы, на которых не было ответов, я там нашел. Смотрите, ну, и последнее по этой теме. Ну, то есть сейчас алкоголя в вашей жизни уже все, его уже нет. Ну, алкоголь, он всегда присутствует. Вот, только тут же надо же понимать ситуацию, что тебе и что ты от этого хочешь. Знаешь, раньше я бы сказал бы на сегодняшний день, как понимая вот это вот все, я бы сказал, это была просто бесовщина. Мы бесовали. Рисовали в каком плане? Вот есть независимость, есть девчата, есть там это. И ты можешь позволить себе это, 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 это уже все. Идет немножко нагрузка и духовно, и физически. Потом же выходы, они все равно стоят, все равно. Где-то голова болит, где-то это. То есть для чего это? Это не было у меня в детстве. Ну, в детстве, когда все ребята 16, 17, 18, тренировались, девчата, где-то нет-нет. У меня ничего такого не было, я четко занимался то, чем мне надо было. Потом я как бы сорвался с цепи, но опять же-таки, помимо того, что тебе дали какую-то возможность, ну вот, ешь, пей там. А тебя же еще узнают, а тебя это тоже прельщает. Ты это вначале думаешь, тебя это не касается, потом нет. Потом ты уже, уже как бы, как, я же меня знаю, там, уже привык, что тебя знают, это уже, а тут тебя не знают. Ну, грубо говоря, где-то там в какой-нибудь деревне, где скажут, а кто он, что он, мне-то какая разница, что мне от него. Поэтому, ну так, определенный этап жизни был, такой интересный. Вот, и на сегодняшний день, да, присутствует, не присутствует алкоголь. Он всегда присутствовал и присутствует. Единственное, цели и задачи немножко другие. Все-таки, что мы уже взрослеем, ну, то есть тут же есть какие-то приоритеты. Раньше ты был юный, много мог смолодушничать, тебе хотелось это, это, там, вот это, девчата молодые, там, вот это. Сейчас немножко ты по-другому смотришь, вот, уже на протяжении вот этих последних десяти лет, или сколько, я не знаю. Тут просто познаешь себя, познаешь Господа, узнаешь историю нашу духовного, нашего христианского мира. Это все интересно мне, вот, потому что сила, она же заключается в том, что, как я говорил, мышцы сильные, там, ударишь ты, там, она же заключается здесь, в сердце, вот. Бывает, физически, может, не такой сильный человек, а духовно настолько сильный, что он вот этих всех перестоит. Вот, поэтому это же внутри надо, бороться над собой, там, хочешь это, нельзя сделать. Почему? Ну, потому что нельзя, ты же знаешь, что тебе в сердце говорит, что это нельзя, там, ну, грубо говоря, обижать детей, там, этих, взрослых, уважение проявлять к ним. То есть у нас это все равно основа это была, у нас это при Советском Союзе было заложено. Вот, и потом я немножко это утрася, а потом все равно начал сейчас развивать, развивать. То есть сейчас молодежь, она немножко тоже, там, где-то запутана, где-то одурманена. То есть с ними тоже надо работать, с ними надо работать, и чтобы потом тоже, это же дети, это и есть молодежь, наше поколение, чтобы потом кого они могли вырасти. Поэтому это такой замкнутый круг, но тут надо работать, поправлять друг дружку, вот, ну, и не быть эгоистом, и не быть таким. Мы немножко, все, все немножко эгоисты, немножко и гордые, все, ну, так, чуть-чуть нормально, когда сильно уже не нужно. Ваша травма, которую вы получили в 2005 году в бою с Бьерном Брейде, которого вы, кстати говоря, до этого очень ярко победили, очень ярким нокаутом, она сильно повлияла вообще на вашу карьеру, на то, что вы так и не стали чемпионом Киева Анны? Нет, вообще не повлияло. Серьезно? Потому что есть же такое мнение, что именно из-за травмы колена, то есть у вас… Нет, нет, это там они просто пишут, у каждого свое мнение. Тут же дело в чем было. Травмы колена, я вообще делаю размножку, ну, то есть я уходил на это, она скрутилась, лопнула у меня и все. Я на следующий день ходить не мог. Это один из моментов таких вот, то есть Господь уже показывал, что нельзя физические нагрузки делать, там, отдыхать и сразу на бои ехать, то есть по-разному уже бывало. Вот, поэтому в Бьернбреге это… Понятно. Это так. То есть, самая главная причина того, что вы, ну, потому что я думаю, что вы многим ясны, что вы своего потолка все-таки не достигли, это именно тот образ жизни, который тогда был. Ну, да, 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 не были поставлены цели и задачи, те, которые мне нужны были. Мне не хотелось быть чемпионом К1, может быть, хотелось, но не на все сто процентов. Когда мне хотелось быть сильным, тогда мне ничего не останавливало, в 6.20 я всегда поднимался, никогда неинтересно мне было дождь, слякоть, там, неважно что, все, я вот кеды одевал, тогда же не то время, что мы богатые были, что все, целлофан, бумага, ну, то есть, понимаешь? Вот, и все, и побежал, и все, потом уже не смотрел, как тебе, холодно, не холодно, какие-то ты приходил, потом со временем ты представляешь, когда уже, ты, можно сказать, спишь в шелковой пижаме, у тебя есть не то, что кеды эти самые, а какие хочешь, с подогревом, ну, то есть, понимаешь, уже тяжело было тренироваться. Но вот у вас же такой момент был, что, то есть, вы там побеждали Айрца, ну, и нодик других звезд, шил-то и так далее, ну, вот, допустим, вы проиграли Као Калайо, который там весит 80 килограммов по очкам тогда. Ну, даже меньше, я бы сказал бы даже. Даже, может быть, даже меньше. То есть, это вот, с чем вы это сами-то связываете? Ну, это же все очевидно, все это все знают, просто неподготовка. То есть, ты и так более-менее вышел, как будто бы... Если ты там просто бегал, то толком даже ничего, в общем-то, и не сделал. Ну, он и должен был бегать, он легкий. Там было два варианта, два. Мне можно было бы делать так. Или я пошел бы ва-банк и все-таки вырубил бы его бы, поймал бы его. Но если бы я его не поймал, он мне второй-третий раунд, он бы сделал с меня вообще дурочка. То есть, делал все, что хочешь, он шустрый, он бы сделал все, что хочешь. Вот, а мне его поменяли, я должен был боксировать с Майти Мо, а мне поменяли бойца. Буквально за три недели. Я не знал, что он будет легкий. Мне надо было физику, мне надо было более так прыжковую делать работу. Но я как сейчас помню, что надо отдыхать, надо тренироваться, а я еще отдыхаю. Понимаешь? Это не связано с алкоголем, а как он-то присутствовал, понятно. И слава богу, там у некоторых другие вещи присутствуют. Даже взять бойцов наших же этих, как и Бадрихари, мы не будем показывать пальцем и говорить, что они там, где там что-то. Говорим за себя. Просто в то время надо было более бы уже быть сконцентрированным на тренировках, на боях. А для меня это было тем более кто такой, у кого класть. А я понял, что он потом не хочет боксировать с первого раунда. Вот первый раунд пошел, я понял, что он будет дурачиться, будет прыгать, будет прыжки делать, как Майти Вова рубил. Вот эти будут моменты делать. А я буду стоять уже не какущий, знаешь. Поэтому я решил боксировать три раунда, а не два. Ну, не напрягать его. Поэтому такие моменты есть. Ну, понятно. Раз он не хотел, обыграться он обыграет. Смотрите, вот хотел еще вас спросить про Новую Зеландию. Вы же там работали, получается. Вот вы сказали, что у Сергея Харитонова очень сильный удар. Ну, а вы в Новой Зеландии, вы работали с Дэвидом Туа. Это, скажем, один из, наверное, самых ярких нокаутеров, ну, во всяком случае, последних там 30 лет. Понятно. А что скажете про его силы удара? Ощутили ли или тогда уже нет? Он уже тогда уже понятно. Ощутил и тоже сильный у него удар. И если вот так всех брать, у кого самый сильный, я бы сказал, это Буффало Ботов. Да? А у него левое это вообще. Из всех он просто сумасширный. Просто у Сергея Харитонова удар, он не то, что там сильный, а у всех сильный. Он у него тяжелый. Тяжелый в чем? То есть, вот взять, например, как я бью, там, раз ударил. И тот же удар Сергея Харитона, я не знаю, то ли кулак у него тяжелый, то ли кость. Но у меня тоже кость тяжелая. Вот такой же удар, такое же движение, такая же сила, амплитуда. Но будет намного голова больше звенеть. Вот. Ну, да и то это, на самом деле, это там у него не один удар, у него там серия. И я еще когда там был, он еще выступал. Сейчас-то он не выступает, уже все, он закончил карьеру. Он, кстати, прощальный бой провел с нашим соотеческим Сашем Устиновым. Вот. Ваш товарищ? Да, да. Пришел к нам, он с воздатиральным пришел к нам, приехал в Беларусь и начал познавать восточное единоборство. Тайананский бокс, потом уже и бокс, вот, на сегодняшний день у него просто бокс. Вот, ну, так, да и то, да, один из мощных, он там, маленький, низкий. Они все, по статистике, новозеландцы, они самые большие люди в мире. Но они крепкие, да, такие, и женщины. А мне знаешь, как они бьют мужиков? Да ладно? Да. У них же татуировки здесь, у всех. У всех. Не то, что как бы здесь. У Тайсона же, а не знаешь, как говорили на Тайсона? Я забыл, как его зовут. Есть музей, он такой стоит, перо, вот это вот, воины, татуировка. Это лучший боец, который молотил с этими англичанами и оставил землю свою. А, вы имеете в виду именно какой-то конкретный человек? Да, он конкретную татуировку сделал. Они народов. Конкретную татуировку, это у них самого воина. Они очень были... Ну, эти там, маори, самуанцы, штативы. Маурики, Тонго, вообще все принадлежало в Тонго. Объединено королевство. Вот Лола Хамули, тренер Эсефа, я в Новозеландии жил и тренировался с ним. Вот, он вхож в королевскую семью. Мы были, что здесь на приеме у королевы, что там в Тонго полетели тоже. Ну, так интересно, такой стоит стол, пахала, она сидит, принцесса. Рядом вы все, если подойти, то обязательно или на колено, или присесть, не должен вы весь рост. Ну, то есть свои правила, вот, интересно, конечно. Ну, я даже этого и не знал, что Фиджи, Австралия, Новозеландия и все острова принадлежали рядом. Именно Тонго, объединено на королевство Тонго. Пока не приехали англичане и свои порядочки не вели. Вот, как они... А Марк Хант, кстати? Марк Хант, это, конечно, тоже человек с тяжелым ударом, прямо скажем. Марк Хант, он вообще красавец. Я болел за него, тогда он должен был выиграть этого Бигфута, и тут прямо на колено налетело. Я, честно говоря, так хотел, чтобы он... Вот он выиграл К1, ушел, и все, он сразу мне сказал, тут травму получишь. У Бигфута, ты же, подождите, он же выиграл у Бигфута, до этого была ничья. С коленом он ему, как у Сандалиева, вырубил в финале его. Вердун. Вердун, да. Да, да, да. В финале. И Дос Сантос еще тоже тогда в вертушке. Ну, в финале, когда они шли, он ему с коленом... Вердун, Вердун, да. Вердун, вот он. Вот я так хотел, чтобы он стал чемпионом. Я думал, будет в истории К1 и Марк Хант, он достоин. Нет, но они старика еще поддержали, вот как и Алис Травериме, и ЮСи. А Одисанью там видели, кстати? Он же тоже из Новой Зеландии, то есть ваш коллега, можно сказать, нет? Кстати, когда я уезжал, его в помине и не было. И вообще там, я скажу, негров вообще не было. Я не видел негров-бойцов, вообще не видел. Там видел все. В Новой Зеландии, ну да. Кого хочешь, кого хочешь. А вот Дос Санни появился, и он слово, вот, слово с тренером там в клуб недавно приходил. Они дружат, но мне это интересно, откуда он появился. Я с ним не разговаривал, но по возможности я с ним поговорю, откуда он появился. Его в проекте не было, вообще не было. Много бойцов видел я. И тогда они были. Но именно Дос Санни, откуда он там взялся? Там вообще негров я не видел. Я видел, там только индусы были. Откуда там негры взялись? Ну, приехал из недели. Ну, сколько раз я был, китайцы. Я все видел. А тут Саня, отличный негр. Ну, понятно. Вот видите, какой стал чемпион. Очень приятно, да. Ну, что ж, и последнее такой, блиц. Смотрите, я вам тут, то есть, называю какой-то технический компонент, а вы просто рассказывайте, то есть, кого вы считаете лучшим в этом техническом компоненте изо всех, то есть, из своих соперников, из тех, с кем вы тренировались, ну и так далее. Давайте так. Лучше лоу-тити, может быть, самый жесткий, я бы даже так сказал. Степанов Дмитрий. Вы его не знаете, это мой белорусский боец, это когда я пришел юным, молодым, он уже заканчивал карьеру. Это высший эшелон был клуба Ченука. Это бойцы, это которые и... Это тот возраст, который... Это и Танаян, и Вова Задзиран, и Чемякин, и Смирнов, это именно вот та команда, когда... И вот мне запомнился, из всех, это его сильные, сильные лоу-тити, это его. Ну, вот так вот он бьет, это вот какое чувство вот? Там не чувствую, там боль, и ты сносишься вместе с блоком. То есть, если ты блок четко ставишь, ты вместе с ним и уходишь, и тебе больно. Вот, ему больно, но тебе тоже больно. Сейчас вы, кстати, обратили внимание, что стали, в ММА все чаще бить именно ниже, то есть, в район, короче говоря, голени, так скажем. Ну, по-разному, но тут у каждого своя перспектива нанесения травмы. Как я уже говорил, что если я вижу, что человек ставит блок, то я близко уже больше не буду бить, я сломаю себе нового. То есть, правильный блок, хорошего упора, у тебя нога просто самого сломается. Вот, единственное, что мне вспоминается, Роб Каман еще. Вот еще, в кого я добавил. А вот если бились, как раз, кстати, в его последнем прощальный бой, и Роб Каман, Степанова Дима, и вот у него, но у него внутренний лоу-ких сильный. Очень важный, никто так мне не бил, он мне как дал два лоу-киха, и я такой думаю, боже ты мой, если бы ты знал, Роб Каман, какой у тебя лоу-ких, ты бы мог бы мне так еще клевать два-три раза, раунда, и все. Я бы лег бы, там, он мне один раз, второй, там, мощный такой. Давайте, самое жесткое хотите? Ну, Мирка. 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 Скажем, отдадем ему предпочтение, но я бы, тут бы сразу бы и Питера Арца вспомнил, вот, и вспомнил бы Энди Хага, Хуга, да, вспомнил бы и Реми Баньяльского, ну, и себя бы вспомнил, то есть, хорошие вот удары, удары Хакики ногами, именно у меня бои, и у Питера Арца, и Реми Баньяльского, и это, то есть, там, классические моменты, как он и Акибона Баньяльский ложил, или как Бернара Вовчанчина положил, или как Питер Арц, там, Дровосек тоже много уложил, и, то есть, ноги, это классический вариант, вот, ну, это вот такие вот ребята, которые, больше вот таких нокаутов именно ногами. Вы имеете в виду, как Мирка Вовчанчина, вы сказали, да, 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 Мирка Вовчанчина нокаутировал, там, вот, жестко нокаутировал, вот, там. Лучшие удары ногами по корпусу, ну, тут, конечно, разные могут быть вариации, понятное дело, но вот так вот, в целом, у кого это лучше все получалось? Назовем Сами Шилда, да, я тебе скажу по одной простой причине, вот, сколько я с ним не боксировал, и вот было такое, я боксирую в Голландии, через неделю я уезжаю, бой у меня в Амстердаме, в этом, боксировал в Европе, в этом, в Румынии, или в Бухарии, в Будапеште, ну, в общем, потом в Голландии, в общем, у него вот эти удары по корпусу, типы, они всегда ломают, всегда ломают ребра. Банецкого, сколько раз нокаутов он ему делал, именно Банецкий не любил Сами Шилда, каратист, я думаю, что это, наверное, ну, вот это вот тип, там, как даст, и, как бы, я бы заходил в сторону, все равно очень больно было, вот он так человека и убил, ты не знал, да, Сами Шилд, так, типом, да, а это что за история была, если честно, я просто... Ну, в хорошую карьеру бы закончить даже. Это было в карате, то есть, получается? Нет, это было уже, когда он молотил всех. Он уже был чемпионом. То есть Сами Шилд? Да. Я чуть даже и не слышал, честно говоря. Ну, не в этом, не на соревнованиях, а дома, на тренировке. А дома на тренировке? Ну, дома спарринги были, и это, и он шлеп. У него очень тяжелый удар. И умер человек после этого? Ну, пробил легкие, пробил, ребра поломались, пробили легкие, он кровью за... Это обычная ситуация, кровь выполняет легкие. Да, да. Он хотел же после этого карьеру завязать, а потом потиху-потиху-потиху и дальше еще на карате у народа. Ну, тут сложно, конечно, после такого... Ну, именно вот по корпусу, это я вот именно расценю это, потому что кики, это, это все для меня не то. Мне именно вот, или как Петас боксировал вертушки, или как Сами Шилд, вот эти, на тебе, на тебе, или как Филха там. Ну, Филка не так был мне опасен, как этот самый Сами Шилд и как этот тот же Петас. Поэтому я предпочтение даю Сами Шилу, потому что по корпусу он мне так стучал, что и Баньяльский хорошо бил. Вот, единственное, можно вот, или Сами Шилд, или Баньяльский, те, которые бьют по корпусу хорошо. А вертушки, чьи бы, кстати говоря, вы делили два? Петаса. Петаса, его хорошее. Ну, Бадрик, он что-то там крутил, но он был юный тогда. Вот Петаса, он хорошо, молодец, вертушки крутит. И Максима, Максима нашего, брата нашего, да, он тоже такие вертушки крутит. Максима? Ну, на сборах с нами бывал просто Максим, скажем так, просто Максим. Он в розрасте, немножко даже животик есть, ну, какие он вертушки крутит. Не помните фамилию? Нет. Вертушки крутит он неплохие. И так, и так, и как хочешь. Через детство, как научился, и никто не знает. Вроде бы высокий, не предвещает беды никто, а он как крутанет такую. А это старый этот, то есть это, он еще выступает? Нет, он старше меня. А, то есть это еще с тех... Это с тех, да, да. С давних времен, понятнее. Да, это друзья наши общие, Сергей Харитонова, мои. То есть, вот Максим, он молодец, такие вот, с ногами бьет и вертушки. И молодец, и вестибулярка работает. Ну, молодец, что сказать. Я так не могу, вот, я поэтому и восхищаюсь. Ну, самый тяжелый удар, это мы уже назвали, точнее, вы уже назвали, то есть это Франсуа Ботта, я имею в виду с рук. Ну, Франсуа Ботта, да. Я бы сказал, с рук он самый такой, именно из тех бойцов, кого я встречал. Мы очень хорошие тоже друзья. Да, 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 да. То есть, прям вообще там... Он был в Японии, да. Вот, руки так много, у кого хорошие, и можно выбирать многих бойцов, но и непосредственно те, которым я знаком, и которым я работал, это Буффало Ботта. Самый крепкий подбородок. Самый крепкий подбородок, кого-то же я так бил, что он стоял и стоял. Есть, есть, скажем, это с Голландии, Black Man, Ван Дамс, Ван Дамс, есть Ван Дамс в прошлом. Я вот его бил, 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 он меня бил, 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 вот, он в нокдаун у меня посылал. Но мне не отчитывали, там это по-другому было. Единственное, что в пятом раунде, когда я выходил, боксировать с ним, я не знаю, как я буду добоксировать. Ну, мы же как бы боксировали, все, вышел, а там ты умер, не умер, неважно, все, ты должен выиграть, все, или тогда умереть. Такого нету, как появилось со временем, там, где-то что-то, пожалеешь себя, видишь бой, проигрываешь, немножко, там, знаешь, вот, как я говорил, сам себе проигрываешь. То есть, знаешь, таких моментов не было, ты не мог проиграть, все, ты должен был выиграть. Или умереть, или выиграть, все. И мы так работали. Вот, когда я вышел, пятый раунд, тоже уставший, тоже тяжелый бой, как вот тогда, с органом крутом, поднимали мне руку, она не поднималась. Вот, тоже выхожу и думаю, как этот добить раунд? Я не знаю, но как-то надо, все, я иду. Иду, не знаю, куда я иду. Рефери меня останавливает так. И Ван Дамс за канаты взялся, а тренер его был Харри. Вот Баден Харри, вот это вот, его тренер, он там много кого, с Чикурики тренировал. И он ему сразу так, тогда вазелин мажет. Да. Рефери такой не понимает. Чтобы более скользкий был. Нет, он ему просто мажет, потому что заминка, раунд начался, а вот этот стоит в углу и держит канаты. Что-то такое. Он ему раз, помазал два, и говорит, иди боксируй. А вот нет, он ему по счете, ну как, даст на. И я тогда понимаю, слава тебе, Господи, не хочешь драться? Я тоже не хочу. Я думаю, раз, два, три, отсчитывает сразу. Вот это было у нас в истории, такого не было. А Ван Дамс сказал, я не пойду, я не пойду, я не буду браться. Я такой, слава Богу, потому что я сам не знал, как я буду выходить и что я буду делать. Я так уверенно вышел, иду до последнего, ну как обычно. Но вот сам думаю, я только не знаю. Думаю, ну минуту я еще, наверное, продержусь там что-то делать, а потом я не знаю как. Вот, поэтому вот тогда поняли. А Ван Дарса никто никак не могли нокаутировать. Он боксировал и с РНС Хуста много раз, хороший провел бои, но никто его не мог нокаутировать. И по МММ, по-моему, драться. Да, да, ну после, уже это после меня. Но мы все равно. Вот, кстати, снова чуть-чуть от Брица отвлечемся. То есть вот, опять же, психолог Павел Безмен в том же интервью Трибуне, он про вас такое говорил. Я видел, как он готовится к бою, это просто фантастика. Я хожу и нервничаю, а он сидит в носу ковыряется. Вот сейчас пойду побьюсь, потом пойду еще что-нибудь сделаю. Ну, то есть отмечал таким образом вашу эмоциональную устойчивость. То есть реально вот вы были таким бойцом, который не особо, ну как-то не переживали, в общем, перед поединками. Ну, даже не то, что тебя не переживали, а, как тебе сказать, вот, казалось бы, бокс, ты должен выйти, драться, тебе по башке дать, да. А не представляешь, настолько вот Господь сил давал, уверенности всего, что и я занимался то, чем я занимался. Это тоже подсегивается не то, чем я уже здесь сижу, а то, чем, когда я рассказывал, что вот 16, 17, 18 лет, утром встаешь, эти вот побежал, холод, не холод, дождь не хочешь, ты выполняешь свою работу. Вот это где вот это все закалывалось, закаливалось. Вот, а здесь уже у тебя такой праздник, ты представляешь, ты идешь, вот эти люди, там, знаешь, как мне вначале это нравилось, особенно в Японии, такие масштабы, там, 260 тысяч, ты руку поднимаешь, они все, вау, закричали ты, вот это, да, у них еще купол, как, он закрытый, не такое обширное это, ты, вот такие моменты, это, наоборот, радовалось, это какой-то праздник, волнение присутствовало, конечно. Конечно, бывало такое, что, ну, все-таки, что там же не в теннис играешь, а в бьюти, и ты бьешь, вот, но в основном радость была вот такая, и вот так сидишь сейчас, Сергеич говорит, там, давай, там, что-то делать тренеру, вот, ну, ты подожди, подожди, я вообще любил спать, я очень любил спать, ну, поясайте, адаптация, и ты приходишь, я сплю, он говорит, давай, давай разминаться, я, ну, подожди, еще посплю, вот, и поэтому мне это очень нравилось все, я выходил, и, я, как бы, горел, у меня внутри прям, знаешь, непросто, это потом, когда я уже со временем начал злоупотреблять и не тренироваться, вот тогда сомнения появляются, у тебя внутри, и ты такой, а вытянешь ли ты, а хватит ли физики, там, ну, все нормально, но были моменты, когда я и проигрывал уже самому себе, да, потому что не хватает физики, вот, а так, у любого мероприятия, любой праздник мне очень нравилось, и я думаю, это у любого боксера, который профессионально занимался, и вот, у него такие моменты были, сейчас-то понятно, там, работа, там, надо, там, заработок денег, это, а вот такие моменты, ты обалдеешь, ты просто обалдеешь, выходишь, думаешь, ну, я сейчас вам что-нибудь покажу, вот, и показывал, показывал, и они еще больше потом восхищались, я так, сейчас еще что-нибудь покажу, и вот они, когда уже я приезжал, они вот этот что-то покажет, вот тот же Самишил, когда у меня был бой, это первый, кто вообще, от кого он упал, он никогда не падал, вот, поэтому и Эрнест Акуст подлетел, это мешком, и менеджер говорит, высший ринг, и пришел ко мне в раздевалку, уже более официально подружиться, то есть, мне его раньше представляли, вот Алексей Игнашов, вот твой потенциальный соперник, вот он же и чемпионом раз стал, чемпионом два стал, вот, но когда я Семикова уложил, он уже пришел в раздевалку, и такой говорит уже, спасибо тебе, молодец, а он не мог никак мутируйте выиграть, а тут я его шлеп, смотрите, вот самая необычная техника, которую встречали, ну, вот это вот, такие вот есть упражнения, опять же такие, филтоза, я думаю, вот такие моменты, Вова Зазиран, вот, то есть, немножко и карате у них в основном, вот, и плюс еще нестандартные удары, нестандартные, РСЕФ иногда вот слово, мы разрабатывали кое-какие моменты, то есть, нестандартные, а тот же Мирка, когда ты бьешь лево-право, ну, его сторону, право-лево, оставляешь руку и удар, потом Питерар тоже самое так делаешь, то есть, ты привык, раз-два отошел, ты уже видишь, и когда раз-два ты не видишь, еще и с нога сверху ложится, то есть, нестандартные моменты, ну, так филтоза, филтоза мне на сегодняшний день, он своим этой ногой положил много-много-много людей, именно, я понимаю, почему он ее делает, раз, я назад, вперед, и она как раз, суши, кстати, а вы же ведь, наверное, видели, вот, вы знаете бойца UFC Рафаэля Физиева, он, кстати, он-то и боксер, он выступает в легком весе. Вот сейчас последний бой он выиграл? Выиграл. Он еще известен тем, что, ну, что он, так скажем, как из матрицы увернулся от удара. Ну, это не только у него, это... Ну, так у вас, в принципе, что-то похоже, это, между прочим. Ну, да, и не только у него, это и у него, и у любого тайского боксера он уходит. Да, 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 да. Поэтому, поэтому, ну, это здорово, со стороны, эффектно, возьми бои мои в Минске, которые, только посмотри бой, а Юрган Труль, да-да-да-да, именно там я, как и мем, и мне, потому что он мне кончиком пальца, я ушел, настолько вот мы были вместе, что, ну, на расстоянии плотное, что я спрогнулся. Он мне попал по кончикам пальца, и у меня маленькая сливка была потом ты когда знаешь по ножу бам поэтому это нормальные нормальные эти самые хореографические тайского бокса приемы вот эти вот ушел вправо влево поэтому но филтоза он вот именно нестандартно он своей ногой бил он ее поднимал потом вот это делал и сколько людей ложил когда ты уже назад вперед и кстати да самые жесткие удары локтями но это правда у нас уже наверно конечно не против это речь идет уже непосредственно про тайский бокс так вот господь правил мне удалось мне получить от кого-то сильными локтями вот но я бил много локтями и сильно бил и сечки были и нокауты были вот оружие локоть это очень сильно опасно да ну бил много но как и и колено ну и тогда и заключай и заключительный вопрос то есть самые жесткие удары коленями в тейван ну у меня было хорошее колено неплохое баниальского было колено так ну а так кого вспомнить кто еще коленями бил нокауты были коленями но в основном это мы два бойца первым практиковать начал я колени вот ну и потом андрей монард но уже подсказал уже баниальскому что тут надо принимать воспользоваться всеми оружиями и кики и колени и поэтому его прозвали уже после летающие колено то есть а изначально начали мы бить коленями и бить его стали самого баниальска мы же вот так и выиграли таиландский бокс колени и локти а вот кого вы вообще вы ставите нас на первое место но я не понял что это такой вопрос наверное непростой учитывая как много было крутых бойцов киева да то есть за всю историю ну и все же может быть есть кто-то кого вы считаете он номер один всех времен мне нравится несколько бойцов так как им дихуга я не застал я как раз пришел он умер ну так получилось да то это хотел бы выделить сами шилда питера артса эрнаста куста ну понятное дело баниальски но так как к 1 быстро ну закончила свое существование развалилась да то ну баниальски мало чего доказал то есть на фоне всех он доказал больше чем и я чемпионка один вот но ему бы еще бы так немножко год-другой побоксировать вот тогда бы я бы мог бы вписать и но он и так пусть будет там но но все эти к нему вопросы есть четыре человека которые вообще ну понятно мне кажется у него данные какие-то у него прям такие прям суперские да не он пахарь он всегда был пахарь ему после боя всегда балдели отдыхали там и что в белоруссии он нас выступал что там он никогда не упивал а вот у кого вот чисто по по таланту вот кто вот надо сказать на самом первом месте на котором вот просто от бога дано это вот все есть и питер артс есть и эрнеста хуста они два а если посмотреть я не помню какой бой они между собой рубятся там ну там красота там вот именно когда они в рассвете сил что один лупит что второй то есть два и хуста и питер артс два таких ну хуста мне кажется чуть-чуть посмышлене он такой все же понимает что делать если петь он рубит дровосек такой то этот немножко еще кое-что где-то знает и на тяжкие усандали тлухих и он все-таки хуста он более он действительно перфект как он любил понять да мы на сегодняшний день тоже поддерживаем связь с ними постоянно списываемся постоянно разговариваем вот буквально вчера с эрнеста хустом там собесил там они держат за троем они в болгарию ездят именно троем баняльский он чуть-чуть отдельно он там свое академия рэми баняльский там это самое вот и как бы они троем он один да понял ну что ж алексей большое вам спасибо что столько времени это вам большое спасибо интересно поговорить ильяк